Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня с вами среда, недельная глава Хукат. Итак, вынесено решение, что Маше Робейн не войдет в землю Израиля, в землю, которую он вел народ, в землю, которую он мечтал прийти. Маше совершил ошибку в глазах Бога, и он принял такое решение. Знаете, написано, что Маше очень много раз молился. Вождь еврейского народа, который разговаривал с Богом лицом к лицу, начинает молиться, и, к сожалению, Бог сказал ему, ты не войдешь. Но вот написано в наших древних книгах, что если бы ему не хватило одной молитвы, если бы он еще одну молитву сказал, он бы обязательно вошел в землю Израиля. Для чего нам это рассказывается? Нам рассказывается для того, чтобы мы поняли, молитва это уникальный инструмент в руках человека, молитва это уникальное, дарованное нам благо, которое может изменить абсолютно все. Молитва может поменять физический мир, она может изменить приговор, она может спасти от чего угодно. Это наивысшее чудо, дарованное человеку Богом. Без молитвы человек был бы не защищен в этом мире. Но только молитва должна быть от сердца, она должна быть очень сильная, она должна полностью захватывать человека. И сейчас человек стоит там, ну там, Бог, скажи, дай мне, пожалуйста, сегодня 800 гривен. Так не работает это все. Когда человек молится с полным духом, сосредоточенным, вкладывая в себя всего в молитву, такая молитва поднимается наверх и разбивает любые оковы. Слабый человек говорит, ну что я могу сделать? Я молился, но если я при этом не достиг успеха, все в руках Всевышнего. Но это ложь. Есть принципиальная разница между тем, когда молятся со слабой волей, со слабой, ну, накованной направленностью, да. И тогда, когда молитва с огромным стремлением, с раскрытым сердцем, с разбитым сердцем, с невероятной силой, да. Написано, сердце разбитого ты не отринешь, да. То есть человек, если человек действительно молится с абсолютным, так сказать, духовным усилием, молитва всегда доходит. Другое дело, что иногда мы просим то, что нам не нужно. Всевышний видит, что его просят о самом необходимом, это действительно нужно человеку. Но когда его просят о хлебе, о воде, он всегда должен дать. Но когда просят о мясе и о, так как устрицах, да, вот тут уже совсем другой вопрос. Вот такой момент, когда сыны Израиля, когда море перед морем встали и возопили написанных к Богу. И что он сказал-то? Зачем ты молитесь ко мне? Действуйте теперь. Вы уже помолились. Действие, сильная молитва хороша, но теперь еще и действие нужно. Молитва в первую очередь нужна кому? Самому человеку. Всевышний в ней не нуждается. Ему и так известны все наши желания. Требование молиться это одна из заповедей, признанных напомнить человеку о существовании Всевышнего, а не совсем, чтобы вымолить у него, чтобы укрепить веру в него. Состояние души человека зависит от его действий молитвы. Есть такой секрет, который написан в Каббале. Пока человек не воспринимает свое положение как супер бедственное, его молитва еще не служит достаточно ярким призывом к Богу. Что это означает? Когда мы просто тарахтим что-то, это не молитва. Молитва это когда раскрывается вот так вот все внутри и идет кверху. Есть еще одна очень важная вещь, которая описывается в наших древних книгах. Неудачи не должны быть единственным стимулом к молитве. Обязательно надо молиться, когда дела идут хорошо, чтобы предупредить любую неприятность. Если человек уже болен, ему нужно иметь какое-то количество заслуг, чтобы выздороветь. Лучше молиться о здоровье до того. Когда у человека какая-то проблема, лучше молиться до нее, чтобы предупредить заранее молитву. Поэтому мы должны понять, как вот рано утром надо проснуться, как надо важно благодарными быть за все. Если ты видишь за глаза, которые видят, если услышишь за уши, которые слышат, потому что многие не слышат, за ноги, которые ходят, потому что многие не ходят, направо посмотрят, кто-то улыбается, кто-то в доме, что еда и все. Вот за все это надо молиться. Молитва за себя написана в Кабале необходима. У молитвы много секретов. Один из важнейших секретов молитвы это настрой сердца. Второе, если ты недостаточно хорошо молишься, но написана идеальная молитва, это когда 10 человек присутствует, тогда написано, неважно, даже 10 грешников молитва доходит обычно до верха или поднимается быстрее. Есть места для молитвы. Люди все знают, что можно молиться у стены плача, там в Махпеле в Израиле. Там в Украине есть такие потрясающие места, как Меджибуш, там вообще я такие чудеса видел, которых мир не видел, как у Балшемтова на могиле. Есть еще через людей, если ты сам не можешь, подключись к праведнику, подключись к кому-то, я не знаю, ну в какой стране. Если вы живете в Москве, там есть такие люди, как Исаак Абрамч Коган, Равин Синагогин Абронный, я в Израиле, такие праведники, которые подсоединены кверху. Еще одно. Настоящая молитва должна придавать силы человеку, а не забирать силы у человека. Человек должен вложить себя в молитву, но выйти из нее с полной уверенностью, что все будет хорошо. И что Бог услышал ему, чтобы продолжать с открытым сердцем, с радостью ему служить. Дорогие друзья, давайте предупредим молитвой все наши неприятности. Браха Ва Цлаха и хорошего дня.